Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня мы будем с вами в технической рубрике обсуждать головную боль всех яхтсменов. Это электрическую проводку. Каким способом подключать, каким способом соединять провода, это мы сегодня с вами будем рассматривать. Вот у нас такой большой набор, в котором есть много всяких полезных штук, которые связаны с электрикой. То есть обязательно колодки, клеммники, предохранители и все-все-все, что нужно и очень важно термоусадка. Ну что, давайте посмотрим на то, в каком состоянии находятся провода и электрические клеммы, которые находятся обычно в соленой среде. Вот вариант номер один. Вариант номер два. И вот как выглядят сами провода, если на торец провода попадает немножко соленой воды. Вот как выглядит провод, который уже был окислен. Сама медная поверхность уже была разрушена и уже была окислена. То есть вот этим проводам уже все. Видите, сколько с них всего сыпется. То есть у них уже вся медь, все это растворилось, осталась какая-то там труха непонятная. А теперь давайте рассмотрим способы, какими провода мы с вами будем соединять. Первый способ это обычные электрические клеммники на болтах. Я считаю, это нормальное соединение, удобное. Единственный минус, они абсолютно не герметичные и занимают огромное количество места. Вот пример того, как это у нас было сделано когда-то в переходе. И так подключен у нас насос пресной воды. Ну, я думаю, что этот способ очень простой. То есть мы немножечко скручиваем провода, вот клеммник, вставляем его в разъем. Потом далее берем отвертку и просто скручиваем вот так вот эти провода. Получается соединение, но посмотрите, насколько оно большое и насколько неудобно его придется. Я не знаю, что делать, обматывать изолентой, но это, конечно, полная чепуха. Следующий способ это обычные вот такие клеммы. Делается это следующим образом. Берем клемму, берем, вставляем вот сюда. А далее берем вот такое обжимное и просто сдавливаем в нескольких местах. Получается, ну, достаточно нормальная система. Ну, такая вот, как вы видите, чуть-чуть уродливая. Но такое, в принципе, нормальная, если хорошо обжать, нормально держится. Далее все просто. На эту клемму одеваем термоусадку, берем зажигалку и запаиваем. Здесь главное не сильно пережечь, потому что термоусадки настанет каюк. Ну, получается такое соединение, но проблема в том, что может попасть влага с торца. Вот таким способом собрано большинство всех разъемов и всех соединений на всех лодках. Далее, у нас есть такая крутая химия. Вы же знаете, это же яхтинг, здесь все с химией связано. Liquid Electric Tape. То есть это, грубо говоря, жидкая изолента. Выглядит она вот такая вот черная. И что мы делаем? Мы берем и просто ею покрываем все, что должно быть загерметизировано. Получается вот такая вот штука. Оно застывает и будет выглядеть вот точно так же. И при этом абсолютно не подвергаться воздействию соленой воды. А это супер важно в яхтинге. Ну, а далее мы берем разъем папа-мама и соединяем их вот таким вот образом. Далее, если нужно вот это все загерметизировать, мы уже берем Liquid Electric Tape. Покрываем все это. Но я предпочитаю все закрывать термоусадкой. Но желательно перед тем, как это все закрывать, все-таки намазать такой штукой, чтобы сделать абсолютно герметичное соединение. Теперь давайте попробуем вот эту всю систему на разрыв. Так, берем плоскогубцы. Берем провод. Тянем. Опс. Вот, в принципе, даже никаких особых усилий не понадобилось для того, чтобы оторвать разъем. Понятное дело, что на электрические провода никакой вот такой серьезной нагрузки нету. Но, тем не менее, я люблю, когда все-таки соединения более надежные и более прочные. Поэтому переходим к самому крутому варианту, ради чего это видео мы и запускали. Внимание! Друзья, а вы не забыли подписаться? Посмотрите внизу. Для нас подписка очень важна, потому что по статистике нас смотрят неподписанных намного больше, чем наших постоянных зрителей. Не забываем, нажимаем подписку. Вот эти штучки. Это реально новый шаг в яхтенном электричестве. Это все термоусадка. И по краям вот здесь есть слой. Это клеевой слой, который топится от воздействия температуры. А посредине это низкотемпературное олово, которое спаивает контакты. Это реально круто. Я уже пересобрал на этом половину лодки. Стоимость таких вот штучек 3-4 доллара за огромное количество. А реально оно избавляет от большого количества головной боли. Для этого нам вначале нужно освободить провода от внешнего изоляционного слоя. Так, вот оно. Есть. Далее мы убираем внешний слой изоляционный с проводов. Но только делаем это так, чтобы сами провода остались оголенными около 5-7 миллиметров. Очень важный момент. Скручивать эти провода на конце не нужно, потому что они должны один зайти в другой с разных сторон. Ну и одеваем, собственно, саму вот эту вот штучку. Вот, все, она у нас одета. Посредине у нас находятся, собственно, сами провода. А теперь берем и начинаем спаивать. Сначала мы запаяем, как обычную термоусадку. Обожмем все клеем. Вот видите, этот клей уже начинает топиться и облегает провода. Да, вот он уже его облег, получился вот такой вот герметичный слой. Теперь берем и делаем термоусадку с другой стороны. Все, у нас внутренняя часть абсолютно изолирована от внешней среды. А теперь давайте берем и начинаем топить. Здесь просто разъем достаточно большой, потому оно требует небольшого количества времени. Вот вы видите, как растапливается само олово. Вот, готово. Такой вот у нас получился красивый, наверное, относительно способ. Вы видите, как здесь олово все растопилось. А теперь мы подождем немножечко, пока оно застынет. И будем пробовать вот всю вот эту штуку на разрыв. У меня уже почти вся лодка на них собрана. Чтобы мы смогли провести эксперимент, давайте возьмем вот такие вот электронные весы и попробуем на разрыв. Я так понимаю, что это будет не очень точно, но как бы будет на что-то, мы сможем на что-то ориентироваться. Для этого есть такой вот узел, как я вам уже говорил, выблиночный. Или как там он где-то называется, не важно. Вот такое он. Ими вяжут обычно фендеры. Супер надежный узел. И мы его просто привязываем на прямой правопровод. И он создаст такое усилие, которое этот провод не выдержит. То есть это очень надежно. А на этой стороне, как я вам уже говорил, давайте немножко позадротствуем. Вяжем блин. У нас будет петля. И в нее мы сможем продеть весы. Вот так вот это все делается. Вот. А теперь давайте я тяну здесь. И смотрим на усилие, которое будет развиваться на разрыв. Короче, мы создали усилие в 9 килограмм. И эта штука такие не порвалы. Так, ставили сюда. Теперь берем и обжимаем. Обжимаем его хорошо в нескольких. То есть оно хрустит, чтобы его не навредить. Так. Вроде все. Вроде обжато. Ну что, давайте разорвем. Так, берем и тянем. Один. Два. Три. И восемь килограмма. Короче, вот у вот этих вот обжимных штучек усилие на разрыв в два раза меньше, чем у вот этих, которые идут с пайкой. Ну, те, которые на скрутке, мы их вообще не рассматриваем, потому что они, ну, как вы понимаете, плохо герметизируются. Можно их, конечно, замазывать вот всякими вот такими штуками. Но мне не нравится сама система. Я люблю, когда у меня все провода находятся полностью в изоляции. Поэтому этот вариант самый-самый ужасный. А тот вариант, который я вам показывал с вот этими штуками, на мой взгляд, самый эффективный. Поэтому, друзья мои, если нужно ремонтироваться, крайне рекомендую вот именно этот способ. Ну, и напоследок расскажу вам одну смешную историю. У меня друзья сейчас занимаются тем, что готовят лодку для длительного перехода. И, заказав электрика на Мартинике, приходит дядечка, лезет в лодку, там ругается постоянно, мердь, мердь, Франция. Куда-то залазит глубоко, вдруг вся лодка тухнет, все выбивает, короткое замыкание. Он вылазит и говорит ребятам, держа в руках предохранитель, говорит, ну, я не знаю, где вы теперь такой предохранитель найдете. В этой фразе было абсолютно все. И боль, и отчаяние. Друзья, спасибо за то, что остаетесь с нами, смотрите нас. И далее мы будем вам показывать и рассказывать всякие сложные и технические штуки, которые на яхте случаются. Оставайтесь с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok